Продолжение следует... 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 Уделяя особое внимание качествам человечности, он, кроме вышеперечисленных качеств, также отмечал и другие, в том числе умения осуществлять контроль над своими мыслями. Пройдя в жизни большие испытания, он подчеркнул значение формирования и развития волевых качеств, считая безволие и страх недопустимыми в жизни, и утверждал, что волю нужно закалять, обострять и одухотворять наряду с утончением сознания. «Безволие все остальные качества теряют свою ценность», утверждается в книгах Аврамова, ближайшего ученика Николая Рейха. На готовом издании его ежедневной записи также содержится богатейшее сведение о том, какие качества и как их необходимо развивать, и от каких привычек обихода нужно избавляться человеку, устремленному своим сознанием в будущее, поскольку эти привычки, как оковы, мешают продвигаться в развитии. Все исследователи, как правило, сходятся в определении и характеристике качеств, способствующих развитию личности, перечень которых весьма широк, и единый в том, что в процессе работы над собой каждому нужно в первую очередь вырабатывать наблюдательность. Также говорится, что желаемые свойства не могут утвердиться в короткий срок, и поэтому необходимо запастись терпением и настойчивостью. Кроме того, отмечают авторы разработок, нужно иметь в виду, что каждому из свойств характера сопутствует, как правило, какое-либо другое качество, а подчас и не одно. Следовательно, уделяя внимание конкретному свойству, нужно иметь в виду и другие, созвучные ему или связанные с ним. Но есть качества особые, синтезирующие психическую энергию. Их можно отнести к качествам синтеза, что соответствует понятию культуры, является ее атрибутом. К примеру, можно привести такое замечательное свойство человеческого характера, как умение сохранять свое настроение и мысли в ключе торжественности. Это качество, основанное на устремленности к высшему началу, помогает победить и многие привычки обихода, чаще всего заключающиеся в мелочности, суетливости и чрезвычайно задерживающей духовное развитие. Качество торжественности, требующее отдельного осмысления, является близким потухом, созвучным к другому важному понятию, о котором речь пойдет ниже, — достоинству личности. К такому величиному свойству человеческого характера, как достоинству личности, представляющему собой синтез нравственного и волевого начала, необходимо обратиться особо в связи с рассматриваемой сегодня проблемой защиты культурных ценностей, осознанием важности воспитания духовно-нравственных и волевых качеств личности. Отмечая его исключительную значимость, необходимо подчеркнуть, что благодаря наличию и развитию в человеке именно этого качества можно реально решать самые острые проблемы, как личные, так и общественные, в том числе проблему охраны культурного достояния и защиты культурных ценностей. Для правильного понимания термина «достоинство личности» или «человеческое достоинство» необходимо в первую очередь обратиться к дефинициям. Как поясняют толковые словари, слово «достоинство» имеет разные смыслы. Согласно словарю Даля, частица «досто» прибавляется для усиления значения «достоверный», «достопримечательный». Часто под словом «достоинство» понимают положительные качества чего-либо или кого-либо. Например, в данном предмете есть конкретные достоинства и недостатки. У этого человека много достоинств. Наряду с этим есть другое значение этого слова. «Достоинство» — это совокупность высоких моральных качеств, уважение этих качеств в самом себе, чувство собственного достоинства. Достоинство — это особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества. Форма самосознания и самоконтроля личности. На нем основывается требовательность человека к себе и осознание своего долга и ответственности перед обществом. С другой стороны, достоинство личности требует и от других людей уважения к ней, признания за человеком соответствующих прав и возможностей, высокой требовательности к самому себе. Другими словами, достоинство — это неотъемливое свойство человека, принадлежащее ему независимо от того, как он сам и окружающие люди воспринимают и оценивают его личность. Необходимо отметить, что достоинство, как этическая категория, учитывается и в юридической деятельности. Так в гражданском праве достоинство определяется как одно из тех нематериальных благ, которые принадлежат человеку от рождения. Оно неотчуждаемо и непередаваемо. О значении этого качества сказано вполне однозначно в записях Абрамова. Цитата. «Нет ничего в мире, ради чему стоило бы поступиться достоинством духа, ибо при уступке теряется даже то, ради чего она совершалась». Важно обсуждать с подрастающим поколением это понятие с разных сторон, чтобы оно было хорошо условно. Например, синонимы и антонимы дают более углубленное понимание смысла слова и дают возможность разграничить слова в их трактовке. «Подчас достоинство принимают за гордость и самолюбие, не видя морального содержания в самом чувстве достоинства. Достоинство в нравственном смысле имеет синонимы – честь, самоуважение, ценность. Тогда как синонимы слов «гордость» и «самолюбие» – это надмерность, заносчивость, спесь, опломб, амбиции и тому подобные понятия, не имеющие отношения к культурным ценностям. Понятие «гордость» также имеет разное значение. О необходимости поиска синонимов для разных определений говорится в учении живо-этики. Цитата. «Размышляйте о них, как о разных крайнях. Кто знает, которое из них откроет наибольшее окно к осознанию причин и следствия?» Мирогнины час 2, пункт 146. «Воспитывать в детях и в себе чувство достоинства этим можно, как отмечалось выше, разрешить множество самых сложных вопросов – личных и общественных, в том числе победить, казалось бы, неистребимое зло, проблему мирового масштаба, такую, как коррупция, исходя из того, что понятие «подкуп» и «достоинство» несовместимы. Цитата. «Нужно среди уроков этики в школах утвердить мысль, что подкупность несоответствует достоинству человека. Следует очень пристально наблюдать, не покажутся ли где признаки такого гниения. После подкупности не менее позорно ни дело, ни долга. Но это преступление так всасывается от малых лет, что и воздействие возможно лишь от малолетства. Пусть дети приучаются к работе взрослых. На качестве труда придет и сознание долга. Каждая небрежность, забывчивость и уклончивость может быть осуждена лишь в своем сердце». Учение живой этики Мирогнины, часть 2, 71-й параграф. Человеку, у которого развитое чувство достоинства, также развитое, как правильное чувство долга. Само нравственное понятие долга должно быть осознанно людьми наравне с правами человека, которому в обществе в настоящее время уделяется внимание несоизмеримо больше, чем долгу. Тем не менее, долг и ответственность лежат в основе порядка. Творить добро – долг каждого человека, в том числе защищать культурные ценности. И это является нормой. Стремление к совершению добрых дел и умение восхищаться добром нужно прививать и воспитывать в людях. И эта сердечная утонченность будет мерой чести и достоинства, отмечается учение живой этики. В самом каждодневном обиходе заложены основы мирового величия. Человеку нужно познать, для чего необходимы честь, достоинство и все прочие качества человечности. Предмет природы вещей, введенной в образование, будет преддверием этого понимания. От самых ранних лет дети должны слышать о высших понятиях, о мирах тонком и огненном, должны понимать начало иерархии и добра. И тогда понятие «выше» не останется отвлеченным и сольется со всеми телем. Это важно также потому, что возвышенные понятия составляют и целебные средства, укрепляющие организм. Для того, чтобы ребенок, став взрослым, относился с уважением к культурным ценностям и был готов проявить волю, чтобы защитить их, необходима актуализация моральных качеств, которые по сути имманентам внутренне присущи человеку. И если уважение к духовному, к высшему началу и уважение к себе, как носителю нравственных духовных ценностей, развито в нем с детства, то, сознавая свое достоинство, обладая волей, человек не позволит унижения этих достоинств и в других людях, и не допустит неуважительного отношения к тому, что зовется достоянием человечества, культурным ценностям, искусством, наукой, религии, которые являются основой духовного развития человечества, общества, его истинного прогресса и которые требуют защиты и заботы об их охранении. Так, поднимая этическую планку в процессе воспитания и самовоспитания, взращивая в юном поколении качества человека культуры, свободной, гуманной, творческой личности, способной к самоопределению в мире культуры, уделяя внимание формированию свойств характера, проявляющихся в единстве волевых и нравственных качеств, способствуя при этом развитию достоинства личности, общество может рассчитывать на продвижение и решение глобальных проблем человечества и в первую очередь такой сверхзадачи, как защита культуры, охрана культурных ценностей. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Галина. Следующее выступление, оно очень планомерно вытекает из предыдущего. Лисовано затронуло очень важное качество личности человека, которое очень влияет на расширение и явление внутреннего мира человека с точки зрения его эволюции и его культуры. И в этом, как раз, отношении следующее выступление вращено вопросом эволюции культуры внутреннего мира человека, прочитает его Елена Юрьевна Томша, заместитель председателя Санкт-Петербурга в отделении Международного центра Рерихов, психолог, член ассоциации песочной терапии России, город Санкт-Петербург. Пожалуйста. Добрый день. 2020 год ознаменован двумя значимыми датами. Это 100 лет с начала создания философии живой этики и 85 лет пакта Рериха. Это очень серьёзные даты, располагающие к размышлениям, пересмотру опыта, прожитого в указанный период, подведению некоторых итогов. Философия живой этики, данная человечеству через семью Рерихов, создавалась в 20-е и 30-е годы XX века, в переломное время истории, когда перед человечеством вставали сложные проблемы и открывались новые пути развития. Это было время социальных потрясений и бурного, небывалого до этого технического развития. Со временем Рерихов, австрийский психиатр и выдающийся мыслитель XX века Карл Густав Юнг писал о нём. Мы живём во времена великих потрясений, политические страсти воспламенены, внутренние перевороты привели национальности на порог хаоса, сотрясаются даже самые основы нашего мировоззрения. Именно основы мировоззрения, необходимые для устойчивого развития как отдельного человека, так и сообществ, и всего человечества в целом, изложены в книгах философии живой этики. Новые системы знаний, синтетически объединяющие лучшие накопления философско-религиозных учений прошлого и открытия современной науки. Рефлексивный взгляд Востока и эмпирические доказательства Запада. Не отрицая ничего из мудрости прошлого, живая этика даёт новое освещение вечным вопросам человечества, о его месте и роли в мироздании, смысле жизни и предназначении, единых законах, по которым идёт развитие, в масштабах Вселенной и на уровне каждого отдельного существа. И тем самым расширяет границы сознания человечества, даёт ему устойчивые основы мира понимания и направления творческого развития. С точки зрения эволюции период в сто лет – это даже не мгновение. С точки зрения человеческой жизни – это уже несколько поколений. И мы продолжаем живой процесс осмысления и освоения идей живой этики, идей Пакта Рериха и вносим свою лепту в формирование устойчивого фундамента грядущей эпохи, формулу которой задал Николай Константинович Рерих «Мир через культуру». В год 85-летия договора об охране культурных ценностей, известного как Пакта Рериха, говоря о проблемах реального внешнего мира, разрушениях и безвозвратной утрате культурных ценностей, по-прежнему происходящих и во время военных конфликтов и в, казалось бы, мирное время, мы обязательно чувствуем важнейшую взаимосвязь этих проблем с менее видимыми, незримыми, но ощутимыми проблемами, находящимися внутри людей и являющимися истинными причинами происходящих разрушений. Речь идёт о склонности к разрушению и вандализму, жажде наживы, ненависти к чужой культуре и культуре вообще, невежестве, равнодушии и прочих тёмных сторонах души человеческой. Вновь встают вопросы о взаимосвязи внешнего и внутреннего, соотношении добра и зла, света и тьмы, осознанного и бессознательного, индивидуального и коллективного. Поэтому в своём выступлении я хочу сместить акцент на внутренний мир человека, представив взгляды ряда выдающихся психологов 20-го столетия на обозначенные выше проблемы. Когда мы говорим внутренний мир, то всем интуитивно понятно, о чём идёт речь. Значительно сложнее обстоят дела с научным определением. Хотя некоторые современные авторы предлагают именно внутренний мир сделать предметом психологии, подчёркивая его целостность, в отличие от фрагментарного подхода, при котором изучаются мысли, чувства, переживания, ощущения и другие, составляющие психической жизни человека. Длительное время внутренний мир рассматривался как аналог сознания. Однако революционное открытие в психологии 20-го века, открытие области бессознательного в человеческой психике, весьма значительно расширило его территорию. Следует отметить, что активное развитие психологии как самостоятельного научного направления практически совпадает с началом прошлого века. Сложные и трагические события истории 20-го столетия и их отражения в психике отдельного человека осмыслялись лучшими представителями психологической науки, такими как Карл Густав Юнг, Виктор Франкл, Карл Ясперс, Эрих Фром и другие. Каждый из них был практикующим врачом и знал проблемы и страдания человеческой души не понаслышке. Пропуская через себя опыт каждого клиента, они не были сухими отстраненными учеными, создающими абстрактные теории. Они имели дело с психикой, неуловимой, неясно где локализованной, не подлежащей измерению, о которой можно судить лишь по внешним проявлениям. Есть и ещё один важный аспект, придающий особую ценность трудам указанных авторов. Они были врачами, они были целителями. Их целью было привести человека, травмированного, потерянного, измученного противоречиями, к целостности, к гармонии внутреннего мира, осознанности смысла жизни, к гармонии с миром окружающим. Идея врачевания, идея исцеления является для них значимой не только в практической профессиональной деятельности, но и в их исследованиях истории и культуры человечества, которым каждый из них неизбежно пришёл, разрешая вопросы взаимосвязи внутреннего мира человека и окружающего мира, и взаимного влияния. Человек изначально страдает от своей неполноты, но в его же собственной природе есть потенциал исцеления, как на уровне отдельного человека, так и в масштабе всего человечества. Именно в этом видится особая ценность философско-психологических трудов Юнга, Франкла, Ясперса, Фрома в контексте затронутой сегодня темы. Давайте обратимся к произведению Карла Ясперса «Смысл и назначение истории», в котором он излагает свою теорию всемирно-исторического процесса. Ясперс называет четыре периода истории – доисторию, эпоху великих культур древности, осевое время и научно-техническую эпоху. Доистория – это период овладения огнём, так называемая Прометеевская эпоха, время возникновения языков, начало использования орудий, образования групп и сообществ, возникновения мифа. Доисторическое становление человека есть формирование человека как биологического вида. Его результат – формирование биологически наследуемых свойств. История как таковая, следующий этап по Ясперсу, возникает с появлением в пятом-третьем тысячелетиях до нашей эры высоких культур. Шумеро-Вавилонской и египетской культуры, Эгейский мир, Дуарийская культура долины Инда, Древний Китай. Это длительно существующее, устойчивое образование, главными чертами которых было создание централизованного государства на основе создания ирригационных систем, осознание себя как народа, людьми, проживающими на одной территории и имеющими общий язык, культуру и мифологию, возникновение письменностей. Значение этого периода в психологическом плане состоит в возникновении сознания и воспоминаний, развитии рационализма в мышлении при решении практических задач и появлении в качестве образца великих личностей, судьба которых становится ориентиром. С VIII по II века до н.э. по Ясперсу начинается третий, очень важный период, называемый им осевое время. Ученые так описывают этот этап. В это время происходит много необычного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао Цзин. Возникли все направления китайской философии. Мыслили Мо Цзи, Чжуан Цзи, Ле Цзи и бесчисленное множество других. В Индии возникли у Панишады, жил Будда. В философии в Индии, как и в Китае, были рассмотрены все возможности философского постижения действительности, вплоть до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма. В Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом. В Палестине выступали пророки Илья, Исаия и Еремия и Второ Исаия. В Греции – это время Агамера, философов Парменида, Гераклита, Платона, Трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, Индии и на Западе, независимо друг от друга. Здесь хочется провести параллель и отметить, что многие из названных имен – это герои картин Николая Константиновича Рериха, объединенных художником в серию «Знамена Востока». А сего и время – период зарождения нового в истории принципиально иного типа человека, человека духовного, мыслящего абстрактно, пытающегося познать себя и свое место в мироздании. Происходит разрушение старых мифов, интенсивно как никогда работает мысль, создаются категории, которыми мы мыслим до сегодняшнего дня, начинают возникать новые религии, поддерживающие человечество и по сей день. Человек ставит цели, которых не было прежде, пытается узнать и достичь предела своих возможностей. Ясперс акцентирует, что именно в это время возникает смысл и ценность свободы, стремление человека к свободе. В отличие от Гегеля, считавшего осью мировой истории рождения Христа, Ясперс связывает эту ось с датой 500 года до нашей эры, когда, как он пишет, произошел самый резкий поворот в истории и появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день. Четвертый период – время научно-технического прогресса, начавшийся в конце Средневековья и проживаемый нами в настоящее время. Признавая позитивные стороны этого этапа, Ясперс ставит акцент на утрате духовности, смыслообразующей составляющей, и в этом видит причины глубокого кризиса, в котором находится человечество. У него мы находим размышления о соотношении человеческих масс и индивидуальности, проблемы, остро возникшие именно в XX веке, которые также поднимали Карл Густав Юнг и Эрих Фром. В завершении обзора данной концепции хочу лишь отметить, что культурно-исторический процесс Карл Ясперс рассматривает не как линейный, а как спираль развития, в который проживаемый ныне период научно-технического развития рассматривается как новое Прометеево время, только на более высоком уровне. Новые энергии, новые технологии подготовляют почву для следующего этапа зарождения новых культур, а за ними и нового осевого времени. Такой взгляд ученого дает перспективу и вселяет оптимизм. Говоря о внутреннем мире человека, нам необходимо обратиться также к трудам Карла Густава Юнга, совершившего ряд важнейших открытий, оказавших серьезное влияние на психологию, философию, культурологию и искусство. Объясняя сложные феномены психической жизни своих пациентов, Юнг пришел к необходимости глубокого изучения общемировой культуры и мифов. Увлеченный идеями Зигмунда Фрейда о бессознательном, он начинает свои исследования и вскоре приходит к принципиально иному видению бессознательного, его строения и значения. Для него бессознательное не было психобиологической свалкой оторгнутых инстинктивных тенденций, вытесненных воспоминаний и подавленных запретов. Он считал его творческим принципом, связывающим человека со всем человечеством, с природой и с космосом. Задачей человеческой жизни Юнг считал индивидуацию, длительный и сложный процесс становления человека, реализации себя во всей полноте, выявление заключенных в глубине души потенциалов. Этот процесс делится на две взаимно независимые, контрастные и дополняющие друг друга части, которые совпадают с первой и второй половинами жизни. Задача первой половины жизни инициация, посвящение во внешнюю действительность. Это время освоения накопленных человечеством знаний, усвоения норм и правил, то, что мы сейчас называем процессами социализации, усвоением социального опыта, и инкультурации, погружением в культуру, присвоением ее достижений. Это время становления и укрепления собственного Я, нахождения своего места в социуме. Достижение этих целей приводит человека к кризису переосмысления ценностей, так называемому перевалу в середине пути, когда он переходит к задачам второй половины жизни, а именно посвящению во внутреннюю действительность. Здесь человеку предстоит углубленное самопознание, рефлексия над чертами собственной природы, до этого не выявленными и неосознанными, и выход на свой индивидуальный путь жизни, еще никем не пройденный, реализацию своих уникальных задач, еще никем не решенных. Вот как красиво писал об этом Роберт Джонсон. Юнг верил, что в этой эволюции каждый смертный играет свою индивидуальную роль. Ибо если наша коллективная человеческая способность к сознанию рождена от неосознающей души, то же самое можно сказать и об отдельной человеческой личности. Каждый из нас в отведенное ему время его жизни должен повторить развитие человеческой расы. И каждый из нас должен быть индивидуальным вместилищем, в котором сознание продолжает свое развитие. Каждый из нас является микрокосмом, в котором реализуются вселенские процессы. Следует отметить, что процесс индивидуации является сложным и болезненным, неподдерживаемым социумом, стремящимся сохранять стабильность и с тревогой и недоверием, относящимся к новым идеям и веяниям. Можно сказать, что путь храбреца, ступившего на путь индивидуации, путь творца собственной жизни и реализации собственной продуктивности никогда не успешен. Чаще всего признание ценности свершенного происходит уже после ухода героя из жизни. Такова участь многих творцов-первопроходцев, вне зависимости от масштаба их личности и свершений. Именно поэтому большинство людей застревают на задачах и ценностях первой половины жизни, ориентируются на внешнее достижение, не решаясь на путешествие в мир внутренней реальности и встречу с собой настоящим во всей полноте. Возможно, в основе такого решения лежит и подсознательный страх встретиться с неприятными аспектами своей природы, что является обязательной составляющей индивидуации, как обретение собственной целостности. Расплатой за такое решение становится ощущение опустошенности, отсутствие смысла жизни, разочарованность и депрессия. Идеи центрального значения смысла жизни и креативности, то есть творческого подхода к любым сторонам жизни, широко и разносторонне освещены в работах Виктора Франкла и Эриха Фрома. Утрату смысла жизни великий Франкл называл основной проблемой современного общества. Своей судьбой, напомню, что австрийский врач стал узником нацистского концлагеря, он доказал идею о том, что смысл жизни позволяет человеку перенести самые тяжелые испытания. Поднимая сегодня вопросы значения истинной культуры, давайте отметим, что массовая псевдокультура прилагает все усилия, чтобы отвлечь человека от индивидуального поиска смысла жизни, пытаясь навязать ему готовые рецепты счастья или цели достижения жизненного успеха. В контексте рассматриваемых сегодня проблем защиты культурных ценностей, нам важно также обратиться к работам Эриха Фрома, потому что именно Фром уделил особое внимание исследованию человеческой деструктивности. Может быть, выведенная им формула «человек, который не может создавать, хочет разрушать», поможет нам наконец понять, что движет людьми, разоряющими прекрасный общественный музей, в то время как по своему социальному статусу они должны защищать и всячески поддерживать культуру. Интересно, что в своих исследованиях деструктивности Фром пришел к важнейшему выводу. У человека биологически запрограммирована лишь оборонительная агрессия, а деструктивность является социальным продуктом. В свое время в работе «Неудовлетворенность культурой» Фрейд задавался роковым вопросом «Удастся ли и в какой мере обуздать на пути культуры влечение к агрессии и самоуничтожению, ведущее к разрушению человеческого сосуществования?» Основатель психоанализа так и оставил свой вопрос без ответа. Эрих Фром предлагает свой ответ. Творчество и любовь составят основу противостояния деструкции. В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно, писал Фром. Творческое начало заложено в человеке от природы. Ученые подтверждают это данными психологии и нейрофизиологии. Радость сопутствует креативной деятельности. Это не то ощущение, которое бывает в кульминационный момент. Нет, это не вершина, а скорее равнина, эмоциональное состояние человека, погруженного в творчество. Радость это не экстаз, не вспышка, а пламя, которое освещает всю глубину бытия, писал мыслитель в книге «Иметь или быть». Само название которой обозначает, наверное, одну из самых острых проблем современности. Подводя итоги, хочется отметить. В своем развитии человечество подошло к осознанию тесные взаимосвязи внешнего и внутреннего миров. Мы приходим в этот мир, в подавляющем большинстве случаев, совершенно не помня, откуда пришли. Каждый из нас несет в себе потенциал, который предстоит обнаружить и реализовать в процессе жизни. И особое значение в пробуждении этого потенциала к жизни имеет культура, как пласт свершений наших предшественников, имеющий мощный энергетический потенциал. Спасибо за внимание. Благодарю Елена Юрьевна за выступление. Хочу отметить в контексте качества комментариев, что научный экскурс, который мы сегодня услышали в истории формирования становления человека мыслящего и духовного очень важен с точки зрения понимания и осознания революционных тенденций и роли человечества в его революционном восхождении. И на мой взгляд, что представлены как ради имена ученых, это еще одна грань в научном осмыслении последия ученых прошлого через философию живой этики. И продолжаю следующее выступление еще одно осмысление в научном контексте. Юрия Леймата, заместителя председателя фенеанского общества Николая Егелем Рей в педаге Нотарьявы раз его про доклад «Кутура сотрудничества как наука жизни». Пожалуйста, вам слово. «Уважаемые друзья, здравствуйте! Хочется всех еще раз поприветствовать, приветствовать довольно много хороших и радостных и дельных. Ну, в адрес конференции было послан нашего общества. Приветствую, но кратко я тоже хотел бы поприветствовать всех и организваторов конференции, и всех дорогих друзей, уваженных коллег, дальних, ближних, всех, кто следит за нашей конференцией, слушает, вникает и участвует. Еще раз постараюсь выразить свою сердечную благодарность от нашего общества Павла Председателя и кто нашел в себе силы здесь присутствовать, трудиться и создавать коллективным творчеством еще одно зерно культуры, которое послужит самым наилучшим образом для Германии, для планеты, в целом, потому что нельзя ничего отделить, планета одна, государств много, с разным менталитетом, но все мы люди, и все мы стараемся продвигаться в будущее, и я хочу сказать, что в пространстве культуры планеты это важная веха, это мы так, думаю, приехали, хорошо пообщались, сердечно, все правильно, но на самом деле мы создаем еще одно зерно в нашей сети света планеты, где по сути вроде как не видится, что это так, на самом деле оставляет низгладимый след для будущего всего человечества. Нельзя не коснуться и эволюционного центра, музея Николай Константиновича в авангарде в авангарде человечества шли и будут идти, пусть их немного, пусть нас немного, но это так, и об этом тоже стоит помнить, поскольку иногда наш быт, наши дела, они как-то немножко эволюируют наше сознание и мышление, но на самом деле это очень важно прояснять, кто мы, что мы делаем, во имя чего мы делаем и что мы поддерживаем на планете. Людмила сильно говорил об этом эволюционном центре планеты, о том, что он нам человечество дает вообще в продвижении, мы же двигаемся в будущее, вот это будущее мы притягиваем вот этим конференциями, нашими мыслями, чувствами и правильными отношениями, вот об этом нужно проводить. Кстати сказать, что вот эта восьмая конференция в Намбурге, она очень продуктивна, на мой взгляд, кратко коснусь мне лично, по-моему, очень понравился настрой, чисто по-деловому, по-немецки, это все нам близко очень, все очень прекрасно развивается и я очень рад, что наши немецкие друзья так себя в общем дельно проявляют, молодцы просто, все скажем. Будем стараться на вас похавить тоже. Так вот, следующее, сказать еще момент вкраткий, что начало конференции было положено идея сама, Кироксейна Молчана, это председатель эстонского общества Рерихов, неизменный, и то, что первая конференция была в Хельсинке, в Финляндии, это тоже об этом можно сказать такая вот эстафета, кстати, восьмая уже, это здорово просто. Вот о таких людях, как Кироксейна Молчанова, Любил Васильевна Шапочникова, великие Рерихи, о них нужно говорить, и когда они не забудутся, вот, нам и тем более, что дела их процветают и переживают, как бы, их жизни, продолжают развиваться, благодаря прочной основе культуры, заложенной в их творчестве. Это тоже очень важно понимать, что, когда мы говорим, что только культура, какое она значение имеет, она вот какое значение имеет там. Первое и главное, что она имеет тенденцию продвигаться и не смотря ни на что. Вот разрушили музей в Москве, а он не погибли. Почему? Потому что он основан крепкими строителями с большой группой. И мы знаем об этом, какой план эволюции, и он неизменно пройдет. Независимо ни от каких этих траглодитов из Музея Востока и Министерства культуры, которые, ну, мышление довольно низкое. Тут нечего сказать и даже по сути по их высказываниям. Не говоря о лице, конечно, извините. Что я хочу сказать о сотрудничестве. Вот это самое великое сотрудничество, простое, довольно, как сказать, сотрудничество. Сотрудничество с кем-то, с чем-то. Мы можем сотрудничать и с высшим миром, что наиглавнейшее, поскольку получаем питание тех высших энергий, тех моментов, которые нас питают внутренне зерно духа. Поэтому это очень глубокое значение имеет сотрудничество. На самом деле как-то иногда мы об этом забываем. Ну, вот работа такое наше мышление и порой не удается охватить, как правильно поступать, как сотрудничать, как себя сдерживать, как умело сотрудничать. Вот об этом я хотел бы поразмышлять. Соблюдение закона сотрудничества мыслей и пространства призывает к ответственности и бережному отношению к своему духовному сознанию. Духовному сознанию. Ибо мысль есть творительство. Если мысль радости магнитным током привлекает из пространства радость, то мысли мрака порождают наслоение тяжелых куч. Конец цыгра. Выходит так, что насколько человек осознает и принимает сердечную иерархию, настолько его сотрудничество с сущими мирами созвучит с космической эволюцией. Это тоже важно. Казалось высокие слова, но на самом деле их стоит воспринимать такими, какие они есть. Это момент тоже. И вот что об этом и причем это связано с мышлением и сознанием, которые мы читаем в книгах учения живой этики о мышлении как правильно мыслить, как развивать сознание, утончать его, расширять и так далее. Это два главных аспекта, я бы так назвал, в моменте сотрудничества. Два главных момента. Мышление и сознание. Каково мышление тех, кто разрушает культуру, мы понимаем, и каково мышление тех, кто созидает культуру в себе и так далее. Вот эти моменты стоит на них обратить внимание. Что говорит по этому поводу Лена Ивановна говорит? Цитата. Большинство читателей или что именно следует соблюсти, чтобы сотрудничество шло в должном русле, если так можно сказать. Вот что говорит Лена Ивановна по этому поводу. Цитата. Большинство читателей книги живой этики меньше всего любят иерархию. Не всегда жаль, ибо они лишают себя самого наивысшей красоты и отодвигают себя в дальней леды. Поэтому можно смело утверждать, что те сердца, которые не звучат на это высокое конец, далеки от приближения и служения. Конец цитата. Давайте задумаемся, почему именно Лена Ивановна обращает наше внимание на книге иерархии. Получается, что она одна из главных присотрудничеств. И почему явление иерархии наиболее важное присотрудничество? такое. Мы знаем, что иерархия и его энергетическое звено человек есть прямой провод с высшим миром. Тогда сотрудничество, иерархия, космическая эволюция приобретают для нас жизненно важное значение в том смысле, что представляет собой не только определенный вид энергетического питания внутреннего зерна духа, но и как защиту от темных влияний нише слоев тонкого мира. Цитата. Когда уверенность крепка иерархии говорится в том иерархии, никакая темная сила не может держать пламя духа в конец цитата. Представить силового мира по законам психотехники наше силовое стремление вызывает соответствующую силу противодействия или сопротивление к иерархии. Именно отсюда ясно ее тупое противодействие. Как пример, отпавшие сотрудники Нью-Йоркского музея в Америке на примере этого мы ясно видим кармическую причину превышающую последний крах и как следствие разрушения музея. Что именно, какие эти качества, которые привели к краху, ведь не кто-то разрушил, а люди разрушили этот музей. Какие, что они имели, какие качества энергетического характера. Не смогли они с ними совладать к себе и будучи неопустив эти разрушили этот проводник и как следствие стали бородником низших темных сил, о которых мы читаем в письмах и по этому поводу. Так вот Леон Иванов напишет по этому поводу. Властолюбие, узурпаторство, нетерпимость, исключительность и полное отсутствие сотрудничества. Вот что явилось к краху музея. Мы знаем о тех сотрудников центра, я бы назвал их псевдоучеными, которые сейчас их не видно, не слышно, вообще не видно, не слышно. Где они? Они же говорили из таких трибун, МЦР конференции, что мы вот это, их доклады есть в сборниках. Где они сейчас? Кто они? Это тоже вопрос, сотрудничество именно, сотрудничество с центром, невзирая на что. Поэтому эта тема, ну, пожалуй, я бы сказал, одна из главнейших при том, как можно отпасть, просто тебя выбросить центробежная сила из области сотрудничества с высшими силами, то есть МЦР, музеем, поскольку это эволюционный центр планеты. Вот, делайте выбор, и делайте сами, что я, кто я, и с кем я сотрудничаю, почему я это делаю, если я это понимаю, я удержусь всегда, потому что я знаю вокруг себя сотрудников, кто идет, я на них смотрю тоже, учусь, и делаю выводы, и стараюсь читать все, и так далее. Опять, что это? Это мышление и сознание человека. Вот этот момент. Что именно может удержать человека вот в этом пространстве культура, потому что это серьезные вещи, это не шутки, Лера Ивановна об этом тоже писала, и мы это знаем. Что может удержать и наше мышление удержать, ни кости, ни голову, а наше мышление и сознание в русле эволюционной планеты, с нашим центром. Постоянное устремление контакта с высшими сознаниями будет спящей силой в нас, вызывая вибрации вибрации высших эмоций и строит нам чудесное тонкое тело, в котором заложена вся мощь и радость веке, конец цитата. Тогда нам могут задать еще один вопрос, как приходит осознание и принятие иерархии. Ну, частично первое, наполнение сердца является от принятия иерархии, и полное осознание иерархии приходит с синтезом духа. Вот почему так мало людей, принимающих и понимающих иерархию, конец иерархии. Так же невозможно обойти стороной часто возникающие явления присоединяющие, это явление споров. Вообще, если явление споров, это явление диссимиляции сознания, то есть человек не сображает, он выбивается полностью, сестриим, то как разрешить это явление? Притворением кажущейся противоречиям, это кажущаяся противоречиям, связанная с обменом мыслей, которая есть в суть различные качества одного и того же явления в пространстве взаимом обогащения знаний. Мы обменяемся знаниями, это действует соотрудничества. Какое оно? Ну, действительно, не шуточное. Мы связаны с атомными энергиями, психическая энергия, это атомная энергия. В каком состоянии она находится? Это вопрос другой. Когда мы грубые, она у нас практически в каком-то таком состоянии. И когда говорим о том, что мы хотим воплотить в себе культуру, это и есть та энергетика красоты, которая нам разъясняется и в книгах или в Белосине. Пожалуйста, посмотрите, послушайте, сколько видео будет доказано Белосине. Так вот, среди с этими возникает еще один вопрос, что же может пресекать, пожалуй, это главное, пресекать процесс сотрудничества? Пожалуй, каждый хочет найти на этот ответ. Самость. Самость, явление, которое пресекает, у него очень много уровней, у самости, есть уровень пищи, мытья благ, я не знаю, это такая разветвленное дерево вообще, корней, низкие, что трудно представить, ну, конечно, так вздрагивать по каждому поводу нельзя, но отмечать для себя свет. Самость, это вот, сколько явлений, самость, превосходство, самое пресекающее явление, и вот в Америке, в этом обществе, которое было разрушено имиджем, вот именно это самость, превосходство, дала самые сильные всходы. Вот она, самость, превосходство, я вот такой, вот я буду на тебя смотреть, а кто-то, представляете, как нам неприятно, когда мы видим такие явления, даже в пороге пространстве, когда приходят люди, начинают пока изживать свои качества, самость, превосходство. Далее. Самость, превосходство, цитата, самость, превосходство или отделение, или восстание против сотрудничества, говорится в очень-же векте. Даже мы, большие, часто не различали, где самость плоти, о котором он сказал, и где действие великого сотрудничества. Конец цитаты. На самом деле, самость им есть, вот я уже сказал, уровни, уровни предостаточности, но и вот самоспевосходство это самое позвольное явление совершенства духа. Самоспевосходство. Вот, пожалуйста, можно уже сравнивать наши действия, в какой сфере они находятся. Не осуждать человека, а просто знать, что это вот не то, это не наше. У нас есть структурные вот эти направления. И причем, что самое главное, что это не просто такое детское явление, самоспевосходство, ну, как-то, ну, подумаешь, ну, ничего, самоспевосходство, тоже нет этическое явление. И оно разлагает окружающее пространство. Это не просто, вот, проявить, оно осталось в пространстве. Как культурные зерна есть в пространстве планеты, которыми мы можем прикасаться, утончать своему мнению и доставать эти сокровища. Так и самоспевосходство может разлагать пространство. В этом пространстве детям трудно учиться мыслить в школу. Такая же история. Вот, вот куда нужно смотреть, когда мы пытаемся различать. Именно энергетическое мировоззрение, учение живой этики помогает нам видеть, что же на самом деле происходит с пространством планеты и уже не просто замечать, а знать, что такое пространство планеты. Где пространство культуры, где отчетки культуры, а где отчетки разложения. Я же не пойду куда-то в чумовую эту самую больницу заражаться и так далее. Я воздержусь. Буду думать и о культуре, буду создавать культуру духа свою и окружающую прозванность в нашей конференции. Они из этой серии, как говорится, и это очень разное. Итак, пожалуй, этот момент самый исчерпывающий ответ для меня, почему мы так медленно продвигаем человечество, почему так медленно продвигаемся в космической эволюции планеты. именно вот эти качества, которые разлагают, которые материалистически нас пресекают, сотрудничество, которое было сказано, это вот важно понять, когда мы пытаемся настроить наше сотрудничество со всеми, с обществами, с людьми, с организациями, на всех уровнях. То есть сотрудничество как таковое, оно имеет и на критическое, вот, как бы сказать, проводники и что это, да, и на том конце, если его нет со случаем, то мы хоть будем запрыгиваемся, мы не сможем достучаться до человека, потому что, ну, там глухая стена. это вот тоже очень важное. Осознавать с кем и с чем мы видим, как с этим Геймвай, ну, мы увидели, что там человек вообще не понимает ничего, всегда смотрит только на глазки. Итак, заключая свое небольшое выступление, скажу, выражу высказывание Рихарда Рудзидиса по поводу вот того эволюционного центра, а в данном случае тогда, когда его вот бытность, он переписывал Сыны Вады, это мы много знаем об этом, все, то есть он выражает мысль с кем и с чем мы имеем дело, когда нападают вот на тот же музей, вот в Риге, и тогда общество в Риге, и тогда, когда сослали, вы знаете, прекрасно дикое мышление тех лет в этом государстве было. Так вот, что он говорит? Когда думаю и пишу о пакте и музее Николая Александровича, когда уникаю во всю небывалую грандиозность предприятия, во всю чрезвычайную необходимость его для благополучия и продвижения человечества, просто удивляюсь, тугоумию и невежеству людскому, всем отверзым, даже особенно подвижную уму, вдумываясь, рассмотрел бы в том, на что враги нападают, на нечто великое и грядущее. Да. Итак, заключаю, последняя на английском конференции он в севере, но у Василия мне очень понравилась эта фраза, она привела когнать Степопана Ахматовой мужество. И на сегодня, пожалуй, нам было бы очень, кстати, эти строки все вспомнить и образиться. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах и мужество нас не покинет. Да будет так. Желаю всем участникам конференции по этому работы. Спасибо за это. Я хочу поблагодарить Юрия Димана за поднятые проблемы сотрудничества, которые были хорошо представлены в его выступлении. Очень важные моменты связаны с примерами из писем Елены Ивановны Реви. И очень важно следующее выступление о женском начале Елены Ивановны Реви. Это представлено время, что вы магистр права по европейскому праву в отношении нынешнего и дно президенту австрийского общества Ревика в национальном комитете факта Ревика Австрия и Вена. Пожалуйста, Леонид Романова. Спасибо большое. Наше общество приветствует участников и организаторов этой конференции. И сегодня мне очень радостно представить вам свои мысли относительно жизни и судьбы женщин именно через кризму эпистолярного наследия Елены Ивановны Ревих и через идею живой этики. Итак, в этом году мы празднуем столетия со дня начала записи живой этики Елены Ивановны Ревих. Это философско-этическое учение. Оно с философской точки зрения рассматривает космические законы и предлагает нам определенные этические нормы, которые вытекают из этих законов, которые позволяют нам обрести какие-то важные сущностные смыслы, которые помогают нам обрести силу и ужас взглянуть на свою собственную тему, понять, что можно сделать и как улучшить себя и окружающий нас мир. Ну и, конечно, понять основу жизни, потому что каждый человек, каждое существо хочет жить и поступать правильно перед Богом и своей совестью. В конце конца живой этики содержатся совершенно существенные идеи, на которые необходимо обратить внимание и с точки зрения женского вопроса. Но для начала я хотела отметить, что так сложилась наша цивилизация, так сложилась наша жизнь, что прежде всего мы обращаем внимание и стремимся к какому-то внешнему благополучию, к карьерному росту, к счастью и к всяческим успехам. Но в то же самое время стоит позаботиться о том, что о своем внутреннем мире, поскольку вот все эти внешние проявления базируются на каких-то внутренних достижениях. Мы часто с вами видели каких-то людей, которые выпали из человеческого сообщества. Это люди, которые существуют за пределами этого общества, это так называемые пограничники, и мы видим, что для них не важно, насколько они успешны в карьере, насколько они обрядны, как они живут, поскольку это отражает их внутреннее состояние. И вот как в обычной жизни это происходит в меньших масштабах, когда опускаются руки, есть такое прекрасное выражение, опускаются руки, ничего не хочется делать. И вот тогда нужно обратиться к своему внутреннему миру, нужно понять, какие там есть загрузки, для того, чтобы наладить именно какие-то внешние проявления. мы имеем какие-то свои внутренние канаты, какие-то внутренние установки, какие-то колонны, на которых стоит наш внутренний мир. И живая этика, или как мы ее называем Агниюга, она именно направлена на рассмотрение вот этих внутренних наших установок, на освещение нашего внутреннего мира, Агниюга, огненный путь, путь света, который освещает наш внутренний мир. И на самом деле это огромное богатство и огромная радость иметь такой факел в жизни, который освещает самый последний уголок. Это Прометейв огонь, духовный огонь, который позволяет перейти человечеству на уровень. Итак, женский вопрос, это одна из важных тем, которая рассматривается в живой этике. И положение природы женщин это одна из центральных тем, которая рассматривается в пистолетном наследии Елены Ивановны. И самое главное послание, которое мы читаем и в живой этике, и в письмах Елены Ивановны, заключается в том, что мир дуален, он состоит как бы из двух начал, из двух полюсов. Холода и тепла, материального и духовного, приближения и отталкивания, активности и пассивности. И вот в нашей материальной биологической жизни, в нашем биологическом мире, этот же принцип выражается в том, что у нас есть мужская и женская особи, мужчина и женщина. Итак, мы понимаем, что живая этика рассматривает мужчину и женщину как отражение космического принципа. Живая этика определяет женщину и мужчину как равнозначных и равноправных игроков эволюции, которые взаимодополняют друг друга. Но это не само собой разумеющийся постулат. Мы знаем, что на протяжении всей истории человечества женщинам приходилось очень нелегко. И сегодня, когда мы были на экскурсии в церкви, мы услышали историю о женщине, которую должны были побить за прелюбодеяние камнями по еврейскому закону, но только женщину, а и мужчину тоже прелюбодеявшим. Отношение к женщине стало меняться после того, как наступила эпоха Ренессанса, когда произошла думанизация жизни, человеческой жизни, стали меняться ценности, стали меняться этические правила, за этим последовала эволюция права, и женщину признали как равноправного члена общества, который имеет право решать о судьбе своих и своих собственных детей. И это, конечно, важное завоевание, я бы сказала, завоевание наших матерей, оно продолжается, к нему приобщаются новые страны, я бы хотела отметить, что в некоторых арабских странах право выбора женщины получили вот только после 2000 года, то есть этот процесс еще идет. В этом контексте Елена Ивановна писала о том, что о многих искусственно скрытых формах рабства, которые до сих существуют во всех государственных системах. То есть здесь мы говорим не о рабстве непосредственном, а о рабстве социальном, которое, к сожалению, сами женщины воспринимают как свою женскую миссию, свою женскую долю. И если наши матеря добились равноправного участия в этом сообществе, то Елена Ивановна, я присоединяюсь к ней в этом смысле, потому что все женщины в этом солидарны. Наша задача является в том, чтобы действительно понять и осознать свою исконную женскую природу, понять свою миссию и ее исполнять. Потому что на данном этапе функция женщины, вот это ее социальное рабство выражается в том, что она призвана ухаживать и ублажать. Причем это касается не только мужчины, но и ее потомство и все общество. ее задача укаживать и ублажать, что в общем-то очень индукцирует природу женщины вот туда этих двух главных функций. И в таком случае мы имеем энергетический, информационный, социальный, экономический и культурный дисбаланс. и вот в письмах Елены Ивановны мы читаем, что и в учении храма мы читаем, что почему Индия попала в свое время под колониальную зависимость. Потому что по двум причинам. Потому что женщина была подавлена и потому что кто-то мог на основании национальной розни разжигать борьбу между народами. И все это привело к тому, что в конце концов целый континент колонизировали. Вот это такой социальный отклик на неравноправление. Следует отметить, что оба начала выполняют доверенные им задачи эволюции. Но и самая главная задача это производство потомства, воспитания более духовных, более развитых, более здоровых людей. Что касается более развитых, более здоровых, более духовных воспитания такого потомства, я думаю, что это проблема, которая стоит сейчас перед многими государствами, перед многими сообществами. И в общем-то она отражает ту проблему подавления женщины, о которой я говорю без Без решения этой проблемы мы не получим здорового потомства. И в рамках кровоцерения живой этики мы понимаем, что невозможно унижать и подавлять женщину, поскольку этим мы унижаем и подавляем ее эволюционную функцию. Вот не больше, не меньше. И известно, чем выражение Елены Павловича, что женщина-раба может дать только сына-раба. Мы знаем, что не только в развивающихся странах, но и в так называемых развитых, в косиндустриальных странах существует проблема с женским вопросом. Сейчас мы, наверное, все слышали о очень известном движении, которое называется «Me too», то есть «Я тоже». Это целое движение, которое вскрыло социальный нарыв, подтверждающий о том, что женщины подвергаются сексуальному насилию, сексизму, какой-то дискриминации. И, в общем-то, все это происходит в, так скажем, современном обществе. Елена Ивановна пишет, равенство полов и национальностей должно быть одним из основных принципов любой власти. И если это не так, то, например, для нас лучше Индия. В этом контексте положительная динамика хочется отметить в Германии. Например, бывший министр обороны Германии была женщина, а сейчас эту практику поддержала Австрия, и нынешним министром обороны в Австрии тоже является женщина. Нынешнее правительство в Австрии состоит на 50% из женщин, и на ровно 50% из мужчин. Но не все женщины и мужчины понимают свою внутреннюю природу, не все понимают значимость своего внутреннего начала, не все идентифицируют со себя не только внешне, но и внутренне, со своим внутренним началом. И поэтому очень часто происходит, что женщины начинают быть похожими на мужчин, а мужчины начинают быть похожими на женщин. И так все сбивается. Еще есть пять минут. Отлично. И в этом смысле мне бы хотелось привести очень интересный пример, потому что в конце концов речь идет о том, чтобы семья, род, страна, сообщество, они научились плодоносить, то есть они были плодоносны. И для примера я бы хотела взять Древний Египет. Но для начала нужно отметить, что это была страна, культура, цивилизация, долгожительная. Она просуществовала больше двух тысяч лет, две тысячи с половиной лет. Какая цивилизация еще вот так долго прожила? Есть определенная гипотеза, есть очень много гипотез, которые отражают вопрос, почему вот эта страна была так успешной и так долгожительной. А личное мое мнение, личное мое оттолкование состоит в том, что если вы обратите внимание на структуру общества, на построение всей государственной жизни, то вы увидите наличие двух начал практически во всем. Вы увидите, что Египт состоял из нижнего и верхнего Египта. Страну, даже у короля было две короны. Одна была нижнего, и другая была верхнего. Если вы внимательно посмотрите на эту корону, то вы увидите там определенный природный элемент. Соответственно, страной руководил фараон и главная его жена фараона. Пантеон состоял из мужских и женских моков. Были мужские жрецы и женские. Жизнь распределялась на жизнь по эту сторону и по ту сторону. Соответственно, были города живых и города мертвых. Были активные и пассивные периоды жизни, которая определялась активностью и пассивностью Анила. И само государство имело военный аппарат. Оно представляло в себе как бы такую вот мужскую линию, активную линию. А культура была более пассивна, не в смысле не пассивна, а в смысле обращена во внутрь. И поскольку ей уделялось большое внимание, но не через мужской принцип, а именно через внутренний, культура держался вот этот вот определенный ритм жизни. Мировоззрение было направлено на внешние и на внутренние какие-то ипостаси. Праздновались праздники и были активные периоды жизни. Все это, вот это вот чередование создавало определенную динамику, определенные вибрации. И люди жили как бы между двумя этими полюсами, женским и мужским. И эта динамика создавала определенное гармоничное движение. И поэтому, мне кажется, сообщество вот в этом гармоничном пространстве, несмотря на все потери, несмотря на сложность жизни, несмотря на неразвитость медицины, ну, в том смысле, как мы это сегодня представили, жили долго и просуществовали как цивилизация более двух тысяч лет. Культуру они представляли как более пассивная и наполняющая составляющая. И она играла очень важную роль, которая выражалась в активной строительной жизни или жизни сельского хозяйства, а именно в различных ритуалах. Это была ритуальная жизнь. Мне кажется, что поэтому хочется сделать вывод, что в настоящее время наша культура не получает такую поддержку, потому что в нашем сообществе ценностная установка более мужского характера на достижение, на приобретение, на расширение. А вот этой внутренней, более пассивной, глубокой части у нас нет. Соответственно, цивилизация у нас расцветает, а культура у нас, в общем-то, вот как-то так существует. Поэтому усиляя женщину, мы усиляем культуру. Усиляя культуру, мы должны усилять женщину, чтобы они понимали свою роль, чтобы они понимали свои силы, свои умения, а то, как они могли бы лучше выполнять мужское начало. Ну и мы же в учебе живоэтики мы читаем, что каждая женщина, она матерь мира. Выполняя свою женскую, настоящую женскую миссию, она выполняет свою вселенскую задачу. Это нужно не только нам, но и всему миру. Я думаю, что можно сказать, что если говорят «спасись сам» и «спасутся тысячи», здесь я призываю всем женщинам спастись самим, чтобы спасти весь мир. Спасибо за внимание. Малый Бог, спасибо, Лейла, за замечательный доклад, подчеркивающий важную роль женского начала в нашей жизни. Это очень непростое, и я соглашусь с последним выводом, теннисом, в том, что действительно, если мы будем больше внимать на женское начало, на новую культуру, а через культуру мы возвышим и мужское начало. И в этом аспект очень важно следующее вступление, которое посвящено одной из таких важных, проеугольных грани, отраженных в картинах Николая Кисныча Рерика, посвященной пути, «Житкуте фон Наумбург». И Тамара Сервай, сотрудник немецкого рейского общества в Германии «Рот и народа», и ставит доклад «Бута Русваде. Пять времен, пять культуру, экскурс в истории». Пожалуйста. Спасибо. Так что я продолжу женскую тему, но сначала хочу сердечно приветствовать всех присутствующих в зале, а также всех участников конференции уния Наумбурга. В пространстве рейховского движения немецкий город Наумбург известен прежде всего благодаря средневековой скульптуре «Отой», послужившей Николаю Рериху, прообразом его держательницы мира, камень несущий, прообразом Урусвати. Почему именно эту женскую фигуру использовал Николай Рерих, который ничего не делал случайно в своей картине? Что он хотел этим выразить, сведя в один образ Уту и Урусвати на вершине Монтавереста в Гималайве? Указывает скульптура Уты на германскую феодалку XIII века, воплощение Невериха Рериха, в Средневековье или же нет? Что здесь от исторической реальности и сколько от красивой легенды? Более 25 лет я ищу ответ на эти и многие другие вопросы, и сегодня хочу поделиться с вами о собранной информации, правда в очень-очень сжатой форме. Итак, Ута и Урусвати – это даже не столько имена, сколько древнейшие образные понятия, отражающие определенные аспекты великого женского начала, которому в творчестве Николая Рериха отведено, как мы знаем, значительное место. Урусвати в переводе санскрита означает свет звезды, звезды Матери Мира или ее космический высший огненный аспект. Ута – это земной огонь, земной аспект Великой Матери, отражающий ее жизнедательную функцию для всего сущего на Земле. Так, например, звалась Великая Богиня Мать, которая с ней запамятна временам похваляне с народа Северной и Центральной Америки, Египта, Центральной Азии и Африки. В Европе это имя было также известно, о чем свидетельствует, например, сага о Небелунгах, где Ута представлена как родоначальница регидарной европейской королевской династии Небелунгов. В XIII веке Ута получила, так сказать, свое сакральное святилище в западном клиросе Наумбургского кафедрального собора, где ее скульптура находится и по сей день. История этой скульптуры, как и всего скульптурного цикла, необычайна, если не сказать поразительна. Цикл из двенадцати скульптур, к которому относится и фигура Уты, был создан в XIII веке неизвестным средневековым мастером, после чего, внимание, до XIX века, примерно на 550 лет, эти скульптуры полностью выпали из поля зрения как ученого мира, так и общественности. Несмотря на то, что пути многих знаменитостей и менее знаменитых людей тех времен, желающих посетить Ваймах, Ляйпциг, Дрезден, Берлин, проливали через науку, однако, повторюсь, до XIX века ни в одном из путевых митников, заметок писем или других исторических текстов ни разу не были упомянуты не только скульптуры, но даже и сам Павкитральный собор. Их словно были шесть веков, не существовало для внешнего мира. Конечно же, это не были свои, причины, просто у меня нет возможности из-за ограничения времени, здесь о ней говорили. Центром религиозной жизни города была и остается церковь Святого Венцеля на Ратушной площади, где мы слушаем сегодня органный концерт. Да, собственно, еще и в XIX веке нам умение всего ассоциировалось с городом каких-либо достопримечательностей, хотя уже с этого времени в специальной литературе стали появляться короткие упоминания о соборе и его весьма странных скульптурах. В 20-х годах XIX века, то есть 200 лет назад, известный немецкий историк Карл Петер Лепсиус, проживавший в Нанглуге, предпринял первую попытку изучения и научного обоснования истории собора и скульптуры. Именно с подачи Лепсиуса каменные фигуры западного Квирса получили те имена, под которыми они сегодня известны миру культуры. Все эти имена, однако, прошу принять во внимание, являются чисто гипотетическими и высшистыми и спорными. Их нужно акцептировать только как имена-символы, ибо каждая из 12 скульптур цикла действительно глубоко символична. Хочу подробнее остановиться на скульптурной паре Ута и Эки-Харта, так как эти имена уже достаточно прочно закрепились в умах и научных трудах ученых и эриховедов. Многие из них видят в каменных фигурах Ута и Эки-Харта отраженные воплощения Елены и Николая Ерихов, при этом, к сожалению, глубоко не вдаваясь ни в исторические, ни в искусствоведческие детали воплощениях. Каменная пара, согласно историку Лепсиусу, представляла собой исторических лиц первой половины XI века Марграфа фон Майсен Эки-Харта II и его супругу Уту Марграфину фон Майсен, урожденную фон Баренштетт. С исторической точки зрения эта пара, однако, не имела существенного значения в государственном масштабе средневековой истории немецкого государства. Эки-Харта II правил Марграфскому только лишь восемь лет, о каких-либо его важных решениях или действиях за это время исторические документы не сообщали. О его супруге Уте также ничего неизвестно, кроме ее имени. Поэтому скептицизм и сомнения в том, действительно ли Ута и Эки-Харта фон Майсен увековечены в соборе, за какие, собственно, заслуги, весьма и весьма обоснованы. Даже простое визуальное наблюдение показывает, что супружеской паре Ута и Эки-Харта что-то не так. Только два примера. Во-первых, очевидное несоответствие статуса Марграфини Уты к королевскому статусу увековеченной в камне коронованной женской фигуры. Историческая Ута ни по праву своего рождения, ни по праву замужества не имела оснований на ношение королевской короны. Кстати, она как историческая персона XI века также не может считаться воплощением германской феодарки XIII века, которая, к тому же, как известно, звалась Едвига и Едвига. Во-вторых, расположение мужской и женской фигур этой пары по отношению друг к другу не соответствует канону соединенковой пластики, согласно которому фигура супруга в обязательном порядке должна была находиться с левой стороны к левой руке супруги, а супруга, таким образом, к его правой руке. Фигуры Уты и Экохарда расположены по отношению друг к другу с точностью до наоборот. Это значит, что мужская и женская фигуры этой пары при данном расположении могли быть по отношению друг к другу кем угодно, но только не супругами. Ута и Экохарт, повторюсь, это имена символы, о высокой символике имени Ута я уже упоминала. Что же касается символизма имени Экохарт, то в средневековой Германии по эпическим произведениям того времени сага о небелунках и тангейзер сага был известен так называемый верный Экарт. Это был образ духовного настранника определенно римско-католического толка, пытающегося предостеречь и отвратить людей от веры в великую богиню-мать. Верный Экарт, стоя у подножия сакральной горы, на которой располагалось культовое святилище богини Венеры, никого на эту гору не допускал, утверждая, что она действует на людей разлагающих. Другими словами, верный Экарт откровенно противостоял древнейшему культу Великой Матери, которому тысячелетиями традиционно поклонялись здесь, на Муге, в долине Икизали. Недавно же Ута, подчеркнуто высоко поднятым городом своего плаща, указывает на дистанцию между ней и стоящим рядом мужской фигурой Экарт, давая этим нетусмысленно понять, что они не единомышленники, не друзья и не пара. Таким образом, ни исторической личности Гехарта II, ни тем более символичный образ верного Экарта не имеют возможных точек пересечения с индивидуальностью Фуяна Николая Константиновича Великова. Скорее, образ обоих Экартов мог бы хорошо вписаться в концепцию патриархальной церкви, но никак не в символику учения живой этики и в образах хранителей этой символики. Точно так же нужно оставить в покое историческую морографию Уту фон Майсен, урожденную фон Баленштетт. Ута Намбурская, так называется только с первой половины XX века, коронованная женская скульптура в западном клиросе. И под таким чисто символичным именем она известна сегодня миру культуры. Исторической персоны под таким именем не существовало. Эта каменная скульптура, эта каменная фигура давно живет своей собственной жизнью, никак не связанной ни с биографией исторической морографии Уты, ни с династией Кахардинова, ни с историей морографства Майсена, ибо она стоит выше всех этих историй и воспринимается сегодня уже как некий вневременный символ великого женского начала. Какая историческая женская персона увековечена здесь под именем будет, это уже отдельная, очень большая и очень интересная тема. Но вернемся еще раз в XVII век. Научная работа историка Лепсенса привлекла внимание мира науки и культуры к Наамбурскому кафедральному собору и его весьма странным скульптурам. В 1874 году, обратите внимание, год рождения Николая Рейха, в соборе начали, были начаты масштабные, на высоком уровне организованные реставрационные работы, по окончании которых в 1879 году, год рождения Николая Ивановна Рейха, в собор стали все чаще наведываться не только ученые-историки и иисус-поведы, но и первые экскурсионные группы широкой публики. Вскоре каменные фигуры скульптурного цикла перестали всем казаться странными, наоборот, они неожиданно превратились в произведения пластического искусства, цитата, достойные величайшего восхищения, каких не увидишь даже в паленой Италии. Конец цитаты. В 20-х годах 20-го века. Начало записи учения живой этики. Рейхи получают камень. Планета Венера очень близко подходит к Земле. И так далее, и так далее. На Амурге. Вокруг скульптур началось нечто невообразимое, впоследствии получившее название на Амурского чума. Интерес к скульптурам стал нарастать лавинообразно. Внимание посетителей собора все более настойчиво концентрировалось на фигуре Уты, и вскоре она была объявлена королевой-матерью немецкого народа, немецкой иконой, божественной матью. А Амург стал называться городом каменного чуда, городом Уты, и превратился в беспримерный на немецкой земле центр паломничества. С тех пор в Германии не было человека, не знавшего об Уте и не побывавшего в Амурге. Уту любили, боготворили, ей поклонялись и несли цветы, как правило, розы. Ей даже нашли другого партнера, более подходящего на эту роль, нежели Экиха. Им стал бамберский всадник, каменная скульптура которого была установлена в XIII веке в кафедральном соборе города Бамберга в Баварии. В этой загадочной скульптуре видели, кто Иисуса Христа, кто Парцифаля, гемные легенды о Граале. Кстати, части первеннейшего текста легенды о Граале на немецком языке находится в архиве Наумбургского кафедрального санкера. Мы, в любом случае, все были души видели в образе Бамберского всадника единственного достойного партнера Уты Наумбургской. С 30-х годов XX века изображения Уты и всадника вести рядом во многих немецких гостях. В течение 20-х, 30-х, 40-х и 50-х годов о Наумбурге, его соборе и скульптурах были написаны библиотеки, как специальные историки, искусствовечества и литературы, так и художественных романов, стихов, театральных пьес, где образ Уты, одушевленный любовью, почитанием и поклонением миллионов людей, всегда играл центральную роль. На пике этого почитания в 1933 году Николай Рерих написал картину «Держательница мира. Камень, несущая, перенеся Уту Наумбургскую. Гималай. Как показывает двойное название картины, она посвящена великому образу матери мира и неразрывно связана с этим образом «Тайни легендарного камня Грааги». К концу 40-х годов эйфория вокруг священного образа Уты начала заметно спадать, и в 50-х годах достаточно быстро сошла на нет. В конце 20-го, начале 21-х годов веков они знали в основном только те, кто разгадывал кроссворды, отвечая на вопрос, как зовут коронованную женскую скульптуру в Наумбургском соборе «Имя из трех годов». Немецкие историки до сих пор не нашли адекватного объяснения этому феномену в столь резкой амплитуде колебаний между интересом и дезинтересом к скульптурам Кафедрального собора. «Как это вообще возможно?» – писал один из них в 2000 году, чтобы то, что в течение нескольких десятилетий было национальной иконой, до этого могло на протяжении многих столетий оставаться незамеченным и теперь снова уже почти забыто. Действительно, как такое вообще возможно? Ведь восторженный интерес к скульптурам и особенно к фигуре Уты ограничивается временным отрезком примерно в 30 лет. Странно, неправда. Да, весьма странно, если не знать того факта, что эйфория вокруг намбургских скульптур длилась ровно столько времени, сколько в руках Елены Ивановны Вериха, подчеркиваю, именно в ее руках. Находился лимитарный камень, сокровище мира, маленький осколок метеорета, полученный Верихами в 1923 году. Почти 30 лет была у Русвати его хранительницей. Именно на эти годы пришелся пик почитания и поклонения образу Уты в Германии в центре сердца Европы. Кто-то, возможно, скажет простое совпадение, но Рерихи всегда утверждали, что случайностей не бывает. Неужели это не замечательно? Почти фантастика, но тем не менее историческая реальность, что у Русвати, камень, несущая из Индийской долины Кулу, и другая камень, несущая Ута-Намбурская из немецкой долины Зали, действовали синхронно в одном и том же отрезке времени, когда на нашей планете состоялась решающая битва между силами света и тьмы, закончившаяся великой победой сил света. Оба держательницы мира участвовали в этой победе, и каждая по-своему, каждая на своем месте и на своем уровне соответствовали ее победному исходу. Вот вам яркий пример мета-истории нашей истории. В Намбурге имя Рерихов до недавнего времени было практически неизвестно. Также, соответственно, здесь ничего не знали и о картине держательницы мира или об Уте в Гималаях, как эту картину теперь здесь называют. Примерно с 2010 года она была официально введена в область интересов ученых, занимающихся проблематикой истории собора и скульптуры. В 2018 году кафедральный собор с его знаменитым скульптурным циклом был принят в списке ЮНЕСКО и таким образом стал всемирно известным объектом культуры, который теперь стремится увидеть посетителей из многих стран мира. Точно так же, как это было сто лет назад, в 20-х годах 20-го столетия, сегодня скульптуры начинают опять заметно оживать, на этот раз открываясь уже всему миру. Ута Урсвати выходит на международную арену, в это очень неспокойное для нашей планеты время. «Значит, так нужно». Как мы знаем, случайностей не бывают, тем более к нам. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, спасибо большое, товарищ, за ее, так сказать, видение этого вопроса. Есть, конечно, исторические факты, есть сакральные моменты, мы об этом знаем, и поэтому будем продолжать, так сказать, развивать, изучать эту тему. В связи с тем, что мы задерживаемся, наш перерыв будет очень коротким, поэтому буквально 5-7 минут для того, чтобы можно было вздохнуть и потом мы продолжим. Спасибо.